Петр Борисов Профессиональный танцор и руководитель первой в Якутске школы танцев по очень жаркому направлению под названием Бачата. Чемпион Сибири, серебряный призер чемпионата России. Несмотря на свою занятость, готовить очень любит. Хоть и получается у него это делать нечасто. Отдает предпочтение вкусным и очень простым рецептам. Ну что же, я безумно рада, что ты дошел до нас, пританцевал до нас, так скажем. Что мы сегодня будем готовить? Расскажи, пожалуйста. Сегодня будет все просто, но очень вкусно. Сегодня мы приготовим с вами салат витаминный, бутерброды с помидорами и сыром. И на десерт у нас будут фрукты. Ух ты, как интересно, все полезно. Итак, мы теперь узнаем, чем же у нас обедает, ужинает танцор. Итак, я бы хотела у тебя спросить для начала, как в твоей жизни появилась Бачата? Когда я ездил по обмену учиться в Финляндию, там я первый раз узнал, что такое Бачата. Увидел, мне понравилось, привез сюда в Якутск и начал развиваться в этом направлении. А почему из всех направлений танца ты выбрал именно зажигательную такую Бачату? Ну, Бачата я выбрал, потому что, во-первых, мне нравится очень музыка Бачаты. Она такая спокойная, релаксающая. Такая ритмичная. И очень чувственная. Ну, и во-вторых, я занимался раньше бальными танцами и решил уйти от них куда-то. И поближе мне будет Бачата. Ну, и в городе у нас такого направления не было, я решил его привезти сюда. Ты прям первооткрыватель, считается. Так, ну что же, мы уже начинаем готовить наш витаминный салатик. Начнем мы с капусточки, да? Я возьму редиску. Редиска, кстати, очень полезная. Она прям безумно полезная. И мне надо ее натереть, да? Вот натираем редиску. Так, сколько ее граммов нам понадобится? Я думаю, 2-3 редиски хватит. А, аж 2-3 редиски. Все, отлично. А ты часто сам готовишь вообще? Честно, нет. Не часто. Не часто? Да, но иногда бывает. А танцы в твоей жизни когда появились? Я знаю, что ты прямо чуть ли бы не с 6 лет ходишь. Танцую я с 6 лет, да. Танцы это как мое хобби, так и профессионально. Твои родители тебя отвели в кружок, да? Да, в 6 лет меня отвели. А ты сам хотел? И с того момента. Ну, я вначале не помню, хотел, не хотел. Наверное, хотел. Дальше продолжил. Ну и все. И так я все еще танцую. Но уже как преподаватель больше. А, то есть сам... Ну, ты же все равно выступаешь. Выступаю, но не так часто, как раньше. А, тут уже стараешься учеников своих больше продвигать. Мне кажется, что у нас салатика так прилично получается. Предлагаю переложить его в тарелочку побольше. Порезали капусточку, да? И плюс у нас редиска. Сейчас я ее добавлю, а мы с тобой продолжим разговаривать. Вот ты с 6 лет занимаешься, увлекаешься танцами. Помнишь ли ты тот день, когда только-только зашел в зал? Или уже нет? Я помню, что было очень много народу и был кастинг. О, даже так? Да, и отбирали детей. Проходят, не проходят. Мне сказали, я прошел. Все, на этом началась моя танцевальная карьера. Некоторые, допустим, мальчики, которые хотят танцевать, они стесняются иногда этого. У тебя был такой момент? Нет, у меня такого момента не было. И не будет, наверное, уже. Ну, вот что ты можешь сказать, допустим, мальчикам, которые вот хотят танцевать, но при этом, может быть, в какой-то степени существуют стереотипы, что больше это женское и так далее. Вот что ты можешь сказать? Ну, если что касается бачата, вся фишка бачата в том, что это больше идет как импровизация, это социальный танц. То есть, получается, мужчина ведет, как и в жизни, а девушка слушается. То есть, если какие-то проблемы в отношениях, можно прийти на танцы и, собственно, их разрешить. А ты вот с опыта видишь, например, когда в отношениях есть вот что-то вот, ну, не так, и с помощью танца это действительно корректируется? Ну, есть такие моменты, когда приходят пары, например, они танцуют, и девушка начинает, ты делаешь неправильно, давай нормально танцуй там. Я подхожу к ним и говорю, мужчина, если танцуют, не в ритм даже, если даже не попадает и неправильно, все равно идем так же, как он вас видит. А, то есть это очень важно. А как вот мужчине все-таки задать вот этот темп, чтобы вот женщина его слушалась? Это придет все равно со временем, с практикой, с опытом. А ты, когда вот только-только начал танцевать, что тебя вдохновляло и подбивало на танцы? Наверное, соревнования. Мне очень нравилось бороться и побеждать. Смотри, когда человек, допустим, сидит дома, на диване, и он очень хочет танцевать, но при этом он стесняется, да? С чего нужно начинать? Самое главное – это дойти. Дойти? Дойти. И один раз потанцевать, да. Потому что очень многие стесняются, не приходят ко мне, потому что приходят ученики, они говорят, мы собирались года два-три, и вот только дошли, стеснялись. Ну и иногда бывает такое то, что приходят компании, чтобы поддержать, а некоторые проходят по одному. Ну по одному, конечно, тяжелее, поэтому я думаю, главное дойти. И главное – желание. А вот с чего зародилась бачата? Как она появилась? Бачата вообще зародилась в Доминиканской республике. Танец педняков считался, он в каком-то даже был запрещен. В 60-х годах он был. Да, потом со временем появилась, начали музыку писать именно для бачаты. Ее тоже запрещали везде. И потом дальше уже оно начало расти, выдвигаться, и сейчас его танцуют по всему миру. И даже в Якутии теперь танцуют. Так, вернемся к готовке. Я вижу, что ты уже приготовил имбирь. Да. Так, это тоже надо нам на терке сделать. Зачай тебе терку. А блюдо, которое ты прям обожаешь, которое, допустим, тебе приготовит твоя девушка, и ты прям будешь вот просто вдохновлен и захочешь это скорее съесть. Какое оно? Я обожаю паэлью. Это испанское блюдо с морепродуктами и язык оленя. Как интересно, тут морепродукты, а там язык оленя. Имбирь, кстати, сейчас очень здорово добавлять в различные блюда, потому что сейчас начинается он, когда мы все немножечко заболеваем, и когда его совсем немного, да, его надо совсем немного, можно чай делать из него с облепихой, допустим. Добавляем, и, в принципе, различные простудные заболевания могут обойти стороной. Добавляем 2-3 ложки чайной имбири. Так, и сейчас яблоко у нас тоже идет для салата? Яблоко тоже идет для салата у нас. Его нужно будет нарезать. И почистить, наверное, да? Да. Или как ты делаешь? Да, его нужно будет почистить и нарезать. Так, а ты можешь зелень брать, в принципе. Редисы нам нужно немножко, да, редиски? Нет, все, хватит. 2-3 редиски достаточно. А где ты нашел этот рецепт? Как он у тебя появился в арсенале? Я, по-моему, как-то нашел в интернете и решил попробовать. Получилось и понравилось. Получилось и понравилось, да. А у нас какая заправка для него? Какой вот соус? Заправка у нас будет 1 чайная ложка меда. Туда мы добавляем 2 столовые ложки лимонного сока. Ну и все, и все это смешиваем. Готов, в принципе. Готов, в принципе, наш витаминный салат. Да, ужин для любимой. Легкий, вкусный. А как женщины реагируют на то, что ты танцуешь? Это, может быть, твоя фишка? Ты такой сидишь где-нибудь скромненько, а потом, хоп, твой козырь такой, раз, умеешь танцевать. Как вот танцы помогают тебе в жизни? Танцы помогают, скорее всего, больше чувствовать девушку. Потому что, когда ты танцуешь, когда импровизируешь, ты все равно чувствуешь партнершу и немножко подстраиваешься под нее. Делаешь так, чтобы ей было удобно, комфортно, приятно. А какие распространенные ошибки делают мужчины? Вот они же неохотно идут на танцы все-таки. Вот тяжеловато уговорить мужчину пойти на танцы. Это уже, я не знаю даже как. Это дело каждого. Но все, кто ко мне приходили, все пары, они все довольны. Всем нравится. У меня даже на танцах создались пары семейные. Их у меня уже штуки 6-7, наверное. У кого-то уже есть дети. И они также продолжают танцевать. Ходят с семьей. Ты очень часто путешествуешь. И в одном из интервью ты сказал, что с помощью танца можно поговорить. То есть не обязательно знать язык, но можно поговорить. Как это происходит на вечеринках? Расскажи, как эти вечеринки танцевальные отличаются? Может быть, какая-то атмосфера там особая? Да, я езжу очень много по фестивалям. В основном пытаюсь совмещать и отдых, и фестивали. Вообще вечеринки, вот бачата-фестивали, они в плане очень крутые. Потому что собираются все люди с разных точек России, даже с других стран. И все болеют одним, то есть танцами. И вечеринки проходят очень большие, очень громадные. И вот тебе девушка понравилась, ты подходишь к ней, приглашаешь ее, с ней танцуешь. Все, она тебя слушается, ты ее ведешь, потом вы знакомитесь, ну и так далее. Вот так и общаемся. А парные танцы? Вот ты танцевал, я знаю, соло, ты танцевал и парные танцы. Где ты себя чувствуешь комфортнее? Парные. Парные танцы все-таки. Бывают такие, допустим, девушки, которые вообще никак не подчиняются, допустим, тебе? Есть такие, да, которые сами меня пытаются вести. А ты так, нет, да, и сразу. То есть многое зависит от партнера? И от партнера, и от партнерши тоже. Я знаю, что если девушка выглядит красивой, значит ее партнер танцует хорошо. Это правда? Да, получается, вся красота в девушке, и когда танцует пара, мы же все равно смотрим на девушку, потому что она показывает всю красоту. Партнер просто ее ведет, и партнерша дает сигналы, и партнерша просто доделывает движение и уже своей красотой все показывает. То есть если танцует хорошо партнерша, то значит партнер хорошо ее ведет. Слушай, это же прям так интересно. Получается, в принципе, это какая-то философия отношений, да? Да, в танцах. Если мужчина ведет, да, то по женщине можно определить, в принципе, как у них там все в отношениях. Если женщина красива, то значит мужчина потрясающий, правильно? Это очень интересно. Все как в жизни, все как в жизни. А есть еще какие-нибудь такие интересные параллели, которые ты пронаблюдал за время работы в танцах? Может, они как-то не только вот помогают внутренне, может быть, тело помогает лучше ощущать, уверенность появляется. Уверенность, да, уверенность появляется, осанка появляется, даже не начинает ходить по-другому, чувствовать себя по-другому. Я ходила же на Бачату, и знаешь, такое чувство, как будто бы ты где-то в тропиках, там очень тепло, даже вот от музыки. Она настолько антистрессовая, настолько классная, настолько растворяет. Но вот неужели ты в этом состоянии можешь пребывать всегда? Вот иногда же бывает, нет вдохновения, но не хочешь ты этого делать. Где ты черпаешь вдохновение? Ну, да, вдохновение все равно теряется всегда. Мне кажется, в любой, мне кажется, в любой работе ты устаешь. Но это главное пережить, а меня спасает от этого вот мои поездки, скорее всего, наверное. Там я черпаю вдохновение, энергию, и дальше с новыми силами работать. Начинать утро с кофе очень здорово. Мне кажется, каждый это делает по утрам, поэтому выбирайте самый вкусный. Что ты узнал нового в путешествиях? Вот я очень люблю разговаривать о путешествиях. Расскажи, вот что ты нового узнал там? Какой город, может, тебе больше всего запомнился? Мне очень нравится Италия и очень нравится Испания. Но я больше, мне нравится больше Европа. А чем? Чем она тебя манит и привлекает? Людьми, культурой, едой. Едой самое главное. Так, ну вот я яблочки нарезала. Я правильно нарезала? Да, правильно. Все, отлично. То есть ты давай хозяйничать, сама нарезала. И плюс ты вот сейчас лимончик. Сейчас мы с вами с тобой добавим орешки. Нужна будет ложка. Вот ложечка. Ой, какая красота. Так я люблю такие орешки. Три столовые ложки. У тебя прям все четко. Вот ты даже пришел к нам на передачу, у тебя прям все было расставлено по громовке. Ты вот всегда так подходишь к любому делу? Да. Дотошно. Дотошно. Ты перфекционист? Скорее всего, да. В каких-то моментах. Откуда это пошло у тебя? Честно, не знаю. С детства, наверное. А какой был самый такой курьезный случай на танцах, который ты никогда не забудешь? Может, на выступление что-то произошло? Был такой момент, когда мы вошли в финал с моей партнершей на чемпионате республики. И вот нас объявляют. Я пошел в туалет. И когда я зашел в туалет, меня закрыли с той стороны. О, ужас! И я не мог выйти. И в итоге я на свой заход опоздал. И что было? Что в такой случае? Не было дисквалификации? Нет, не было. Но я просто не занял призовое место, потому что я опоздал. Как обидно! Был такой момент. Это вот конкуренты, получается, что ты был делом? Наверное, да, я все еще не знаю, кто это сделал. Сейчас ты можешь обратиться, вдруг он смотрит. Скажи, что я еще не забыл тебя. Я все помню. А правда, что в танцах есть такая конкуренция? То есть девушки, они прям борются за парней. У вас же очень мало там бывает. И, допустим, прям за одного партнера они держатся. Это правда? Ну, в мое время было очень много партнеров. А сейчас стало меньше партнеров. А с чем связано это, как ты думаешь? Больше в спорт, наверное, ушли. А для тебя, вот если у тебя появится сын, как ты вот захочешь, чтобы он двигался дальше? Ну, я его обязательно отдам на танцы. Обязательно? Прямо обязательно, обязательно? И дочку отдам на танцы. А почему вот именно такой выбрайся? Они не захотят, например. Ну, не захотят. Ну, в первое время я все равно их отдам для осанки, для уверенности, для дисциплины. А все, а потом уже они будут выбирать, куда они дальше хотят. Их по их желанию. А ты, например, можешь увидеть по человеку, занимался он танцами? Вот есть у него вот эта пластика, нет этого? Ты можешь вот прям сразу по походке определить? Балет могу, остальных не могу. Так, у нас вот практически, смотрите. У нас еще последний штрих. Последний штрих, так. Надо чуть-чуть, ты уже перемешал, пока мы тут разговаривали. Очень красивый салатик. Так, это у нас блюдо, мы его завершили, да? Больше ничего не надо. Все, отлично. Приступаем к следующему. Давай перед тем, как начать готовить следующее блюдо, я тебя спрошу. Такой мини-опрос у меня будет. О чем ты мечтаешь? О много. Ну нет, ну Петя, давай поконкретнее. Чем конкретнее наши желания, тем вероятнее всего они сбудутся. Вот о чем ты мечтаешь? Своё помещение для школы, семья, дети. Так, отлично. Сначала главное помещение для школы назвал, вот они приоритеты, интересно. Так, что для тебя счастье? Семья. Семья, так, отлично. Что бы ты никогда в жизни не сделал? Не убил человека. О боже. Ну да, правильно. Очень хорошо, немножко мрачности в наш эфир добавим с утра. Так, что тебе не нравится в людях? Неискренность. А что тебе нравится в людях? Честность. Так, отлично, хорошо. Продукт, который ты ненавидишь? Лук. Жареный. Жареный лук? Ой, так интересно, я вот прям обожаю жареный лук. В какую страну ты бы полетел? В Адинскую Америку. Ну да, в Аргентину, на Кубу, в Доминикану. Музыка, которая тебе безумно нравится? Бачата. Бачата? Это что ли музыка тоже? Есть тоже музыка, да. А, музыка Бачата, танцы Бачата, вот, еда у нас разноцветная в стиле Бачата. Так, ну хорошо, отлично, прекрасные мечты. А вот три продукта назови, которые никогда никто не увидит в твоем холодильнике. Я вот каждому гостю задаю этот вопрос. Ну это же не знаю, честно. Все ешь? Все ем. Ну, кроме лука. Кроме лука. Но все равно ты его добавляешь. Но лук добавляю, свежий ем, да. А три продукта, которые вот ты всегда найдешь в своем холодильнике? Сок. Сок? Сок. Какой сок? Натуральный. А вообще люди говорят, хлеб, молоко, знаешь, это яйца, а вот такой сок. Сок, фрукты и овощи. Фрукты и овощи. Все отлично. Так, ну что же, предлагаю приступить к нашим бутербродикам. Да, вот смотрите, какой красивый у нас салатик. Вот посмотрите, какой цвет. Ммм, действительно витаминный. Прям вот лимончиком немножко отдает и им берем. Прям интересный рецепт. Вот, кстати, его солить не надо, потому что мы и так добавили лимон, поэтому его солить не надо. Пока мы тут готовим, предлагаю вам посмотреть нашу любимую рубрику, которая называется «Продуктовая корзина». Всем привет! Сегодня я буду собирать продуктовую корзину на ужин. Как активная мамочка, которая следит за своей фигурой, за своим здоровьем, я выбираю только самые лучшие продукты. И сегодня я буду собирать в эту корзину продукты для всей семьи. Поехали, посмотрим, что есть. Основа любого ужина – это для нашей семьи мясо. И сегодня я хотела бы использовать курицу. И вот как раз здесь лежит куриное филе. Я как тренер хочу сказать, что в курице очень много необходимого для нашего организма полезных белков. И она немножко, конечно, суховата, но если добавить соусы, бывает очень вкусно. Поэтому я беру одна пачка для нас троих вать. Мой ребенок раньше был очень аллергичным. И когда мы ввели первый прикорм, нам очень сильно помогло брокколи. И обычно еще продают в пакете, как замороженное брокколи. Ну, я люблю брать сразу отсюда. Во-первых, можно взять сколько угодно. Хватит на всю неделю. А во-вторых, они как будто бы даже визуально аккуратнее и выглядят больше. Вот мы набрали брокколи. Я думаю, для нас троих сегодня хватит. Обычно кладу, когда жарю мясо. Также сразу хочу подумать о завтрашнем завтраке. Это у нас обычно каша или омлет. Завтра будет омлет. Обычно я беру яйца сразу десятками. Не люблю брать большие упаковки, потому что десяток яиц для нас троих как раз. И даже чуть больше. Сам сыр я не очень люблю, но обожаю добавлять для любого мясного блюда. Если вы, как и я, любите добавлять сыр только для начинки мясных блюд, старайтесь выбирать более твердые сорта. Они очень удобны для терки. На ужин я собираюсь приготовить кабачковые лодочки. Основные ингредиенты и начинки мы для этого уже выбрали. Это мясо и сыр. Также мы кабачок берем отсюда. Два достаточно для нас троих. И здесь у нас лежит баклажан. В принципе, я его не планировала, но его можно использовать вместо кабачков. Получатся баклажановые лодочки. Поэтому вместо двух кабачков, пусть у меня будет один баклажан и один кабачок, получится баклажановая лодочка и кабачковая лодочка. Рецепт тот же, начинки те же. Обычные салости всегда можно заменить фруктами. Наша семья очень любит краснодарские яблоки. Я думаю, как и многие. Это обязательный фрукт у нас в холодильнике. Я думаю, ровно так же, как и для любой молодой семьи. Яблоки очень полезные и вкусные. Я думаю, это всем известно. И для ребенка это заменяет вредные сладости. Можно всегда одно яблоко положить себе в сумку. Это будет вашим ланчем или полдником. Чуть не забыла. Для начинки нашего блюда мы обязательно добавляем ананас. Он идеально вкусно сочетается с сыром. Также добавляет сочности для курицы. Также всей семьей мы обожаем питьевой йогурт. Он очень вкусный и полезный. Для нас, мужем, я беру активия. Манго – наш любимый вкус. А для ребенка я беру актимель. Вот с такой вот интересной упаковочкой. Он очень идеально подходит перед прогулкой или перед сном. Ну вот и все. Ингредиенты на сегодняшний ужин куплены. У нас сегодня будет кабачковая лодочка. И так получилось, что и баклажановая. Режем ее на три части. И вместе с ингредиентами курица, сыр, ананас. Вместе с брокколи отправляем все в духовку на несколько минут. Как вы заметили, в магазин я хожу быстро, четко. Заранее знаю, что у меня будет сегодня на ужин для всей семьи. В сарай сходить каждый день. На неделю вперед не закупаюсь. Это значительно экономит наше драгоценное время. Вот и все. Всем пока-пока. Чем вдохновлялся, когда выбирал на передачу прийти с бутербродами? Ну я решил сделать блюдо попроще, чтобы могли, мог каждый сделать быстренько. Кто-кто очень занятой, которому нужно быстренько перекусить. А ты следишь за питанием своим? Для тебя важно, чтобы это было полезно, вкусно? Или ты можешь пробегая по работе куда-нибудь, быстренько забежать куда-то и перекусить, поесть? Могу, да. Но перед какими-то важными мероприятиями я все равно стараюсь придерживаться. А так в отпуске я ем все. В отпуске ешь все. А потом, когда сюда приезжаешь, начинаешь все это не танцовывать. Начинаю, да, да. Ой, все, вот у нас музыкальное сопровождение. Я нашла тарелочку для бутербродиков. Я же правильно взяла? Да. Так, теперь нам нужно нарезать помидоры. Так, помидорчики. Давай один тебе дам. Нет, один хватит. Мы сделаем 4 бутерброда. 4 бутерброда. Хорошо. Давай 5. У нас съемочная команда 5 человек. Нет, все-таки давай ты нарежь. Я считаю, что мужчина нарезает хлеб лучше. Вот не люблю нарезать хлеб. Почему? Не знаю, мне не получается. Я не люблю это делать. Мы даже вот недавно ходили в магазин, я искала уже нарезанный хлеб. Я вообще вот прям не люблю это делать. Так, ну что, давай красиво разложим, да, их или мы должны будем их как-то запечь, приготовить. Нет же, да? На гриле мы с вами сделаем. А, на гриле. Все, я поняла. Мне нужен чеснок. Чесночек, давайте я сейчас его почищу. Вот недавно делала лайфхак, так было у меня, такой, что надо на него надавить и так далее. Но я вот чего-то по старинке. Для того, чтобы быстро почистить чеснок, нужно положить, ну, побольше в баночку, растрясти ее, и, собственно, зубчики уже будут чистые, красивые и без лишней кожуры, шелухи. Какой был в твоей жизни самый романтичный поступок, который ты когда-либо совершал? Самый романтичный. Что-то сделал для девушки, что она прям ахнула, может, заплакала, там, я не знаю, от радости. Но все-таки, мне кажется, ты очень романтичный мужчина. Ну, я сделал романтическое свидание, снял помещение, поставил все в свечах и уже приготовил. Ничего себе, классно. Вот учитесь, молодые люди, учитесь. Так, нам надо добавить чесночка. Что мы с ним делаем? Давай мы пополовине его разрежем. Давай. Тебе и мне. Теперь нужно будет натереть, да? Натереть просто. Натереть просто. Хорошо. Это нам такой вкус придаст. А вот как сделать так, чтобы мужчина начал готовить? Вот не все мужчины любят готовить. Как поступить девушке, женщине, да, чтобы молодой человек наконец-таки стал готовить? Сказать. Но не намекать. Так очень. Сказать. Сказать, не намекать. А если вот она скажет ему, это же как давление будет расцениваться? Нет, но если правильно сказать, нет. Ну, как вот, допустим, как бы ты послушал, если бы тебя попросили приготовить? Ну, вот, например, не будем считать меня, я тебе просто позвонила, сказала, готовим вкусно, надо будет что-то приготовить. И ты такой, хорошо. Вот, это тут определенные обстоятельства. А все-таки вот девушке, в быту, вот что нужно сделать? Ну, попросить. Просто сказать. Просто сказать, пожалуйста, приготовь сегодня ужин. Ты думаешь, что есть такие мужчины, которые бы... Ну, если есть настроение, то да. Ну, просто может быть такое, что мы уставшие. Ну, не давить. Главное, не давить. Главное, не давить на мужчину. А, допустим, как ты манипулируешь женщину, чтобы она тебе приготовила еду? Прошу ее приготовить. А, то есть вообще без всяких. Да. Без вопросов. Все сразу, все четко и так далее. Так, я не помню, я вот это натирала или нет? Да, ты это натирала. Натирала. Ну, все. Этого достаточно, да? Сейчас мы с тобой нарежем помидор. Так, все, я слушаюсь хорошо. Нарежем помидор. Я пока сыр нарежу. Давай. Так, мы, в принципе, можем сюда положить. Ничего страшного не случится. Как ты себе поднимаешь настроение, когда у тебя его нет? Допустим, вот ты сейчас сказал, что бывает нет настроения, не хочется готовить. А вот что нужно сделать для того, чтобы поднять его? Потанцевать. Потанцевать? С девушкой, да. Такой раз она такая, ты там что-то не сделай. Ты такой, приглашаю тебя на танец. И серьезно, что ли? Нет, ну, танцы очень хорошо поднимают настроение. И вообще, те, кто приходят на танцы, они все уходят с хорошим настроением. Я не видел ни разу, чтобы кто-то уходил с грустным настроением. Мне кажется, приходить танцевать с грустным лицом тоже как-то. Отправляемся на небольшую рекламную паузу. Мы после нее обязательно вернемся и продолжим готовку. А вот какая тебя музыка вдохновляет? Может, есть исполнители, которых ты можешь посоветовать, ну, чтобы послушали, например, и у них тоже настроение поднялось. Ну, как первый шаг к танцам. Именно в бачате или вообще? Вообще. Ну, я слушаю в основном испаноязычную музыку. Я посоветую Луису Афонси. И Малуму. И еще третий. И третьего кого? Себя. Я знаю, что ты поешь. Да? Иногда. Давай, что-нибудь спойнул. Ну, давай. Я буду, как это, подтанцовка. Ну, давай ты мне поможешь. Я же тебе не смогу помочь, если ты будешь петь на... На испанском. На испанском, например. Давай вот немножечко. На испанском. Я хочу послушать, тетя. Сейчас надо бы вспомнить еще. Честно, не могу так вспомнить сразу. Да. Ну, ладно, ты пока подумай. Вспомнишь, скажи. Хорошо. Ну что же, мы кладем? Я так кладу. Да, клади, клади. Все, хорошо. Можно даже поэкспериментировать. Например, если это будет какой-нибудь ужин, можете в форме сердечек, да, помидорки нарезать. А, давай мы вот так вот сделаем. Обычно под сыр кладут, а ты прям сверху. Ну, потому что, да, чтобы у нас здесь не застивалось. А, не испачкалось, да? Все предусмотрел, Петя. Все предусмотрел. Так, давайте. Мммм. Вы знаете, такой аромат приятный. Вот чесночка. Да, я прям очень люблю чеснок. Мне прям, он безумно нравится. Пока у нас тут все готовится, ты следи, если что, да? Ты знаешь, на сколько минут, кстати, мы положили? Три-четыре минуты. А, три-четыре минуты. Ну, в принципе, ты сможешь песню спеть. Сейчас очень популярный, ну, был летом очень популярным хитом трек «Синьорита». Давай. Давай вместе. Давай, раз, два, три. I love it when you call me, сеньорита. I wish I would blend. I didn't need ya, but every touch is ooh-la-la-la, it's true-la-la-la. Oh, I should be running. Oh, you could be coming for ya. Е-е-е-е, классно. Прям, знаешь, атмосфера от песен, она становится лучше, да, Вить? Музыка, вообще, творчество, она помогает тебе в жизни, наверное? Ну, она больше как хобби, наверное. Все равно я от танцев далеко не уйду. А песни это больше как хобби, наверное. А ты представляешь себя офисным работником? Нет, вот ты никогда не представлял. Я не могу представить. Ну, там с девяти до шести, вот это все. Нет, мне кажется, это очень сложно. Ты такой свободолюбивый достаточно человек, да? Ой, смотрите, посмотрите, как у нас красиво. Захватите этот кадр. И все, в принципе, да? Теперь сделаем вот так. А, нет, вот сюда положим. А, да? Ну, хорошо. Ты хотел украсить, да? Но решил, что будешь это делать здесь. Так. Вот я знаю, что гриль, он очень быстро засоряется. И для того, чтобы он засорялся как можно медленнее, можно накрывать фольгой. И, в принципе, тогда не придется вычищать все это. Да, Вить? Это такой лайфхак для хозяйчиков. Если, допустим, нет гриля, то как можно сделать такие бутерброды? Что можно использовать как вариант? Ну, можно просто как вариант использовать микроволновку, чтобы сыр расплавить. Главное расплавить сыр, я так понимаю. Ну, в принципе, можно просто бутербродики сделать в микроволновку. Я, например, знаешь, как делаю. Я тоже так же чесночком натираю, но потом в сковородку отправляю, с двух сторон прожариваю. Вот, затем кладу сыр, помидор, сыр в помидорку. Вот. И затем уже начинаю все это отправлять в микроволновку. И такой достаточно хрустящий вкус. Вот. Так, ну что, давай украшать. А для тебя важно вообще, чтобы еда эстетически выглядела красиво? Да, да. Ну, просто когда еда выглядит эстетически красиво, хочется ее побыстрее съесть. Ну, вот красный цвет, между прочим, возбуждает аппетит. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши домочадцы все это быстренько умяли, съели, добавляйте помидорок. И такие цвета, кстати, на завтрак очень будут полезны, потому что они поднимают настроение, что немаловажно. Чем ярче еда, которую вы едите, тем будет лучше ваше настроение. Бутерброды наши уже тоже готовы. Готовы. Все прям очень быстро-быстро Петя готовит, очень быстро готовит. Ну что же, я предлагаю поговорить еще о том, как заставить молодого человека пойти на танцы. Лайфхак для девушек. Потому что в основном девушки хотят ходить, то есть они легкие на подъем, а вот молодые люди, они, ну, как сказать, не так стремятся проводить время в таких местах. Как это сделать? Ну, во-первых, поговорить. Во-вторых, сказать ему, что там есть другие партнеры, с которыми она может потанцевать. Ох, как сразу! Ага. А в-третьих, ну, поддержать свою половинку, прийти вместе с ней потанцевать. Почему нет? А сложно с парнями работать, вот тебе, как преподавателю? Нет. Ну, не то чтобы легко. Все одинаково, и девушки, и парни. Расскажи, свой путь вообще с самого начала шести лет ты пошел на танцы, потом дальше в школе ты еще ходил на танцы, потом ты в университет тоже поступил на хореографию. Было ли такое, когда ты хотел все взять и бросить? Ну, честно, нет, такого не было прям, чтобы я хотел все бросить. А если бы... Были, есть такие моменты, когда я просто не хочу работать. Бывает такое, когда я устаю. А такие моменты, чтобы прямо все бросить, нет, такого момента не было. А неужели там никто тебе там не сел, не сказал из взрослых людей, ну, хватит уже танцевать, давай мы начнем заниматься чем-то серьезным? У меня был в школе классный руководитель, и она всегда мне говорила... Я очень плохо учился по алгебре, по геометрии. Это были самые мои плохие предметы. И она все время говорила, Петя, ну как ты с твоими танцами, как ты пойдешь дальше, как ты будешь дальше работать? Нужно все равно учить, учить. Вот, и что я хочу сказать, что можно танцами зарабатывать деньги. И в принципе нормально. Да, и нормально, и в плане, что танцы, они как бы, может быть, и раньше были такие, то, что нельзя было заработать деньги, что там это очень сложно. Сейчас, в данный момент, очень много направлений. И очень много популярных направлений. А бачат она сейчас на пике, потому что она, вот, как я уже говорил, она идет как импровизация. То есть ты можешь приехать в любую другую страну, а ее сейчас танцуют везде просто. На любую вечеринку ты можешь пригласить любую тебе понравившуюся девушку и с ней потанцевать и познакомиться. То же самое и девушки. И так и общаются. То есть сейчас возможностей для развития намного больше, чем раньше. Да, и мне кажется, сейчас люди просто начали больше, наверное, ездить, видеть мир, и поэтому уже сейчас рады, что молодые ребята приходят. Потому что они ко мне приходят и говорят, я ездил там в Доминикану, там они жестко, клево танцуют, но я не мог танцевать, потому что я не умею. Я стоял и смотрел. А хотелось? А хотелось, да. А тяжело ли было бороться с такими стереотипами? Вот ты же был практически, скажите, у истоков того поколения, которое зарождало танец, как вот такое направление, которое сейчас почти что многие танцуют и ходят на занятия. Вот сложно ли было тебе бороться со стереотипами? Ну да, было сложно в плане то, что у нас менталитет же немножко такой, как сказать, он закрытый. И было сложно в плане то, что люди не воспринимали этот танец вообще как танец. Потому что он был для них слишком чувственный, слишком открытый, может. Откровенный. Откровенный, да. Но потом со временем уже люди привыкли, и сейчас лучше и лучше относятся к этому направлению. А каково это гнуть свое, продолжать, ну, все равно верить в свое дело? А я упертый. Если мне скажут, нет, я все равно буду делать, как я захочу. Откуда у тебя это? Вот когда это появилось в своем характере? Вот с детства, мне кажется, когда ты ходишь на танцы, все равно есть дисциплина. То есть ты приходишь, встаешь, делаешь поклон, делаешь вот здесь правильно, там правильно, приглашаешь партнершу правильно, уходишь правильно, и все в этом роде. Мне кажется, эта дисциплина, она как бы и остается потом, и в будущем помогает тебе. А воспитывает ли это отношение к женщине? Я думаю, да. Допустим, вот как это происходит? Через даже те же самые движения, когда ты с партнершей танцуешь, ты же не будешь ее ломать и делать ей больно. Ты все равно будешь стараться, чтобы как бы угодить ей, там, посадить ее правильно, поднять ее правильно, чтобы ей не было больно. Мне кажется, это все равно как, это как я своим партнерам говорю. У нас приходят партнеры, знаешь, вот так. Я говорю, кидаем руку, они так, кидают. Я говорю, нежнее, нежнее. То есть, получается, девушка, это все равно как руль. А мы управляем этим рульом. Да. Мне кажется, сейчас феминистки прям расстроились. Ну, действительно, то есть у вас как к истокам, да, все это идет. То есть, если девушка слушается и правильно тоже умеет относиться к мужчине, да, то есть она там не начинает противостоять, а то есть вы вместе гармонично, можно сказать, управляете танцем. Да, да. То есть основная цель – показать красивый танец. Да, три минуты танца – это, как говорится, показать маленькую жизнь. Трех минут только в танце. Ничего себе. А вот что важнее, эмоции или техника? И то, и другое. Без этого, без того и без того невозможно. А как ты думаешь, чему вот воспитывает концертная деятельность? Частое выступление? Раскрепощению больше, наверное. Но самое клевое после выступления – это внутренний кайф, который ты получаешь. За счет того, как ты выступил, за счет аплодисментов людей, за счет того, когда к тебе подходят и говорят, что ты круто выступил. Я тебя понимаю, потому что раньше тоже, когда вот выступаешь, всегда какое-то волнение такое испытываешь, страх. Это как прыжок с парашютом. Никогда не знаешь, чем закончится твое выступление. А вот были какие-нибудь курьезные такие моменты, когда вот раз там что-то не так, подскользнулись или еще что-нибудь. Ты еще поддержки очень сложные делаешь. Не боишься вот перед поддержками, как вот это все произойдет? Ну, это практика, практика, практика. Да, мы падали во время поддержки. Я ронял партнершу во время поддержек. О, ужас. Ну, слава богу, там ничего такого сильного не было. Только немножко трампункт, и все. А, да, то есть ты должен заставить девушку доверять себе? Да, если партнерша не доверяет, она не сделает. Ну что же, давай мы приступим к десерту. Поговорили про танцы. Прям захотелось тоже танцевать. Мы с тобой уже потанцевали немножко. Так, яблочки у нас. Да, давай почистим одно яблоко. Одно? Да, одно хватит. И один апельсин, наверное. А что это у нас будет? Мы сейчас сделаем вначале творожный соус. Ух ты, интересно. Так, никогда не слышала про творожный соус. И сделаем шашлычки из фруктов. Отправляясь в магазин, обращайте внимание на акционные товары. Это поможет вам сделать очень выгодные покупки. Ненадолго предлагаю прерваться. Мы обязательно вернемся. Я обещаю. Мне кажется, на начальном этапе вообще ребенка очень здорово отдавать на танцы. Потому что это какая-то пластика, да? Какая-то уверенность в себе. У мальчика воспитывает отношение к женщине. У девочки отношение к мальчику. Ну, то есть это вообще настолько потрясающе. И на дискотеках ребенок будет чувствовать себя уверенно. Вот я так сказала, дискотека. Сразу вот возраст свой спалил. А ты в свое время на дискотеке. В свое время. В свое время. Ну, в школе имеется в виду. В школе же все-таки у нас дискотеки. Сейчас у нас больше такие вечеринки. Ты прям звездил или ты предпочитал свои способности не показывать? Честно, я на дискотеке ходил, но я сильно не танцевал. А почему? Так интересно. Столько танцевал всю жизнь, а на дискотеке не танцевал. Я танцевал на дискотеках и здесь. Ну, в Москве, за рубежом. А, то есть ты в школе на такие дискотеки ходил, да? Да. А здесь? Я больше там был, я больше был как наблюдатель, скорее всего. Здесь? Да. Ну, вот девочку ты мог на медляк, допустим, пригласить? На медляк, да, медляк я танцевал. А, то есть медляки. Вот у нас мастер по медлякам со школы. Сразу. Ты почистил апельсин. Так, я вот яблочко почистила, и мне интересно, как мне надо для шашлыков-то их резать? Я просто вот ни разу не делала шашлыки из фруктов. Нет, это мы сейчас нарезаем кубиками. Я попробую нарезать кубиками, хоть не представляю, как ты можешь делать. Ладно, сейчас попробуем. Оп. И ты тоже вот апельсины кубиками будешь нарезать. А ты очень много ездишь по странам. Что для тебя было самое удивительное? Тебе вот есть с чем сравнивать, я думаю. Что для тебя было самым удивительным в путешествиях? Меня больше всего цепляют люди. А, то есть недостопримечательности. Ну, недостопримечательности тоже, но в первую очередь, наверное, это, скорее всего, люди. Мне очень нравится Испания, наверное, больше тем, что у меня друзей много там. И когда я к ним езжу в гости, я останавливаюсь у них, и это очень клево. Ну, в плане, я могу и свой испанский немножко вспомнить. Скажи что-нибудь на испанском. Давай, научи меня каким-нибудь фразочкам. А как сказать, что у нас вкусно получается? Или как сказать, ну ладно, давай, вкусно. Аппетит? Забыл, забыл. Немножко якут из тебя вышел сейчас. Забыл. А белиссимо, это не оттуда? Белиссимо, это итальянское. А, это итальянское. Ну, ты же вот сказал, что... Ну, там у них похожее, да, похожее. Похожее немножко. Ну, вот чем отличается, допустим, испанский народ от нас? Ну, очень закрытый, очень зажатый. Мы? Да. Да, а с чем ты думаешь, что это связано? Наверное, с зимой. Зимой, наверное. Да, у нас минус 40, там особо не поговоришь, а у них там лучше, наверное, жарко. Ну, вот, допустим, ты в каких еще странах был, кроме Испании, Италии? В Амстердаме, Китае. В Таиланде. Много где был. Ты прям любишь путешествовать. Люблю. Это очень достаточно такой богатый список, я бы сказала, городов и стран. А что ты берешь для себя в путешествиях? Почему для тебя это так важно? Что я беру с собой? Нет, что ты берешь в этих путешествиях для себя? Почему для тебя так важно путешествовать? А, ну сейчас я беру, в основном, это опыт. Опыт именно в танцах, опыт именно в бачате, фестивале. Сейчас я езжу только вот именно в планах, у меня только фестиваль. А вы ездили как конкурсанты, я знаю. Ездили, да. И каковы были ощущения вот из Якутии? Наверное, они там все удивляются, что вот в Якутии есть танцоры, которые танцуют бачату. Ну, когда мы первый раз приехали, все думали, что мы из Казахстана. Ну да, это такой стереотип. Потом, когда узнали, что мы из Якутска, и когда мы показали, что мы умеем. Ничего себе у вас в Якутске танцуют бачату. Кто бы знал, что так далеко танцуют. Просто в некоторых городах России вообще нет бачаты. То есть там никто не преподает, и они не знают, что это такое. А говорят, у вас в Якутске где-то очень-очень далеко танцуют. Это очень круто. А как ты оцениваешь уровень своих танцоров и тех танцоров, которые там? Вот объективно. Ну, объективно. У них практики больше. К ним приезжает танцоров больше. У нас в этом плане мы крутимся как будто бы в своей. Хорошо, что есть сейчас интернет, да, вот это вот все. И, в принципе, можно спокойно, я думаю, обучаться и так. Ну-ка, у нас вот апельсинку мы нарезали, да, яблочко. Кстати, ты знаешь, такой лайфхак. Для того, чтобы яблоко не желтело, нужно его намазать лимончиком. И тогда оно будет долго сохранять свой прекрасный вид. Я предлагаю нам это сделать. У нас тут остался лимончик. Давай чуть-чуть вот так вот я отрежу. Это тебе. И натрем яблочки, чтобы они у нас не желтели, потому что я думаю, что это необходимо сделать. Попробуем. Я на самом деле ни разу так еще не делала, но я думаю, что можно попробовать. Ты видишь, да, уже все более-менее как-то преображаются наши яблочки. Так что, если хотите, чтобы подольше яблоки сохраняли свой внешний вид, то нужно просто его, их точнее кусочки, намазать немножечко. Так, ну, собственно, все, наверное. И что нам еще нужно сделать? Груша у нас красуется. Грушу мы чуть попозже нарежем. А почему? Сейчас мы все это перемешаем в блендере. Мы должны добавить яблоко, да? Так, мы начали добавить творог. Угу. А я так старалась, ты и сказал вот... Творог, творог, грамм 100-150. Ага, хорошо. Ты вначале сказал, что надо кубиками все это порезать. Я так старалась, вон, порезала. Оказывается, это все надо в блендере. Я прям так переживала. Думала, о, а тут так оказывается. Это все это надо перемешать. Ну, ладно. А как у нас тогда шашлычки-то получатся? Вот осталось. А-а-а, все, я поняла. Теперь я поняла. Не старайтесь, когда вы будете резать первую партию яблока и апельсина, не старайтесь, абсолютно не важно. Но не обязательно, чтобы было яблоко и апельсин, можно и любой другой фрукт. Хорошо, главное, не старайтесь. У меня сейчас прям обида какая-то. Знаешь, я прям так переживала. Думаю, ты мне так... Нет, вот это надо убрать, вот это надо убрать. Вот так вот все. Вот это оказывается. Вот как. Ну, будем знать теперь. Это у нас творожный соус должен получиться. Мед. Меда мы добавляем. Ты вообще вот не любишь добавлять сахар, соль, да, вот у тебя все такое. Да, все, в основном мед. Ну, хорошо, давай. Ничего, может, Марай Фард, у меня второй есть. А нужно какую-нибудь посудку? Вот мы же будем делать, вот для этого что-то надо? Можно сюда налить и просто вот здесь поставить. Вот так, ага. Вот такая масса должна получиться, ну, после того, как мы все это перемешали в блендере. Это у нас апельсины. Яблоко. Яблоко. И творог. И мед. Вот, да. Ну, пахнет интересно очень. Вот такой интересненький аромат. Это наш шашлычный соус, да? Можно его сразу сюда, наверное, добавить, да? Где ты нашел вот этот рецепт? Тоже в интернете? Да. Ничего себе, прям так интересненько. О, красота у нас получилась. Все, теперь я грызу яблоко. А я грушу. Грушу. Квадратик. Квадратик. Надеюсь, ты их не перемешаешь потом в блендере, все мои старания. А по какому принципу ты ходишь за продуктами? Я вот тебя недавно видела в Айгуле. Ты ходил с мамой. Вот. И как вы закупаетесь обычно продуктами? Раз в неделю или частенько стараетесь ходить? По необходимости. Ну, то есть, получается, когда как. Иногда раз в неделю. Иногда, может быть, два раза в неделю. Ой, давай я, может быть, тебе дам чистилку для яблока. Ничего тебе, нормально? Ну, это нормально. Нормально? Я вот тоже, если честно, люблю вот так вот от руки чистить. Ну, правда, потом половина яблока уходит. Ну, вот ты прям тоненько-тоненько очень чистишь. А потом некоторые женщины вот этим вот все масочку себе делают на лицо. Ну, от огурчиков. Ты прям так удивился. Ну, огурцы когда чистят, например. Огурцы ладно, да. Так, вот я кубиками не резаю. Я прям поменьше что-то начала. Смотри, смотри, так пойдет? Да, пойдет. А ты когда готовишь, ты любишь, чтобы тебе кто-то помогал или же нет? Ты любишь сам все это делать? Люблю, когда помогают. Ну, в плане, чтобы компания была. И мы начинаем все это добавлять. Да давай побольше чуть-чуть добавим. Вот грушу, яблоко мы чередуем. Вот главное мне вот нравится, смотрите, какие он принес. Это зубочисточки, да, такие интересные, с сердечком. Это очень мило. Лишний раз подтверждает то, что ты романтик. Ну что же, мы приготовили наконец-таки наше блюдо. Очень простые, вкусные, главное, быстрые, полезные и легкие. Очень легкие. Мне кажется, выглядит все это очень красиво. Ты сказал, что для тебя эстетическая сторона блюда все-таки важна, поэтому да, действительно очень красиво. У нас витаминный салатик. У нас есть потрясающие бутербродики, назовем их брускетты, да. Вот, и десертик, такой вот интересненький, очень красиво оформленный шашлычок, так скажем, из фруктов. Ну что, предлагаю пробовать. Ну что, давай я попробую. Очень вкусно, и прям имбирь так прибавляет аромата и вкуса. Знаете, несмотря на то, что это выглядит очень просто, на вкус весьма интересный. Он такой кисленький, очень кисленький салатик, но при этом он такой сочный, да, очень сочный, вкусный. Есть морковка, капуста, казалось бы, очень простой и обычный набор продуктов. Но имбирь, лимон, сок лимона, они, да, редиска, они добавляют вот очень такое интересное сочетание. Прям вкусно, вкусно. Запоминайте рецепт скорее. Мы вот специально выведем сейчас ингредиенты еще раз на экран. А сейчас я обожаю бутербродики, так что предлагаю попробовать. Ты тоже бери, бери. Это беспроигрышный вариант для любого вечера. Мне кажется, не нужно никак это комментировать, потому что в любом случае, если вы это приготовите, всем понравится и расхватят сразу. А сейчас последнее, это наш десертик, шашлычок. Ну-ка. Интересный соус. Здесь прям соус вообще очень вкусный, необычный. И можно вот так вот нарезать любые фрукты, в принципе. Ягоды. Ягоды, например. И подавать с творожным соусом. На этом все. Пока-пока. Готовьте по таким вкусным, простым рецептам. И радуйте свою семью. Субтитры подогнал «Симон»!